Великой Отечественной войне А в то время, когда фашистские войска вторглись на нашу территорию, юному выпускнику Спасского педагогического училища Ване Макееву было всего 16 лет. День войны был на занятиях в институте. Причем, судя по собственному подходу, начальство знало, что не сегодня, так завтра начнется война. В молодости были как-то не шибко все это принималось к сердцу. А потом была объявлена война. И сразу, естественно, переломили. Я должен был в одной школе преподавать. Меня вместо школы направили работать в райком комсомола. И сказали, ребята, которые работают сейчас, уйдут на фронт. Ты же останешься пока в комсомоле. Подойдет твой возраст. Следом пойдешь ты на войну. Поработать школьным учителем начальных классов Ивану Степановичу так и не удалось. Его как молодого и энергичного комсомольца пригласили в райком комсомола Шелуховского района. Сейчас это Шиловский район. Там он проработал вторым секретарем до осени 1942 года, пока его не призвали в армию. В своем же районе он вместе с другими молодыми людьми проходил основы боевой службы в составе истребительного батальона, организованного для охраны железнодорожной станции и моста. Ну, а это время нас муштровали. Муштровали, значит, из этого нашего райончика Шелухова в Спаск ехать на лыжах. Туда на лыжах. Там немножко отдохнули обратно. То есть, как бы, вот, такой готовили человека к любому труду, к любому напряжению. Ну, а когда молодому комсомольцу Ивану Макееву исполнилось 18 лет, он был направлен на учебу в Рязанское пехотное училище, который окончил в апреле 1943 года. Обучали чисто фронтовой жизни. Напряжению, смерти, недостаток питания, недостаток оружия. Коль ты военный, так ты должен найти это оружие. Вот такое, то есть, когда выйдешь оттуда, понимаешь, что надо делать так, как советовали старшие товарищи. Не будешь, ты пропадешь. Без войны пропадешь. Или без боя. Вот поэтому, значит, все как-то это быстро очень. Потом каждый день он грозил чем-то. В поезде, когда ехали на фронт, то нам тоже самые там ребята, старшие офицеры. Война, война, война. Возможная смерть. Не дреми. А далее фронт. На станции Косторной, что под Воронежем, молодого лейтенанта Ивана Степановича назначают командира минометной роты, входившей в состав 28-й гвардейской дивизии 53-й армии Степного фронта. Но самые ожесточенные бои пришлось пережить Ивану Макееву на подступах к Харькову, когда город трижды брали и трижды отступали. В тех страшных боях Иван Степанович был ранен, осколок снаряда попал в голову. Однако ранение не оказалось очень тяжелым. Спустя месяц пребывания в военно-полевом госпитале он вернулся к своей минометной батарее. Самый первый бой под Харьковом, и причем, значит, бой такой очень напряженный, это был уже третий заход освободить его от немцев. И вот собрали довольно-таки солидную часть войск, бросили половину в ночной бой. То есть оттену удалось всех их как бы втянуть в этот ночной бой немцев, которые там были. И как только начало светать, подошли наши свежие части, и город был освобожден после третьего захода. Кстати, после кровопролитных боев за Харьков, говорит Иван Макеев, в роту стали присылать людей из тюрем. Они отличались от рядовых бойцов Красной Армии, и с ними приходилось держать ухо востро. Ну, некоторые так терпимые еще были, ну, а некоторые с ним, знаете, страшно. Просто вот какой-нибудь там же шалашик собьем, чтобы хоть чуть-чуть вроде тихое время, хоть призакрыться, не на улице валяться-то. И вот, посматриваешь на него. Поэтому уже наши ребята соображали так. Сегодня Макеев, завтра Петров, осень, завтра Дудкин, сторожат. С таким пополнением, вспоминает Иван Степанович, в атаке ходили под пристальным наблюдением заградительных отрядов, которые оставались позади наступавших бойцов. Но, как считает фронтовик, заградотряды на тот момент войны были необходимы. Ну, с учетом того, что у нас уже основательно, мы потеряли людей к этому времени, вот пугать, что ли, если так и выразиться, надо было. Другого выхода нет. Поэтому всякие были предупреждения, вот если дали команду вперед, и ты обернешься. Да, не давали право тут же стрелять. Обязательно, значит, читали перед боем, еще раз уточняли, где твоя семья живет, имей в виду, сбежишь или дрогнешь, думай, ты уже без семьи. Ну, то есть искали любой момент, лишь бы человек помнил, что в бой, в бой, в бой. А это правильно, как кажется? Ну, другого выхода не было. Просто не было выхода. Еще вспоминает фронтовик Иван Макеев и тяжелые бытовые солдатские условия. Приходилось терпеть многое. Зачастую молодым бойцам даже не хватало еды. Чувство голода преследовало постоянно. Не всегда, но все-таки подавляющее, это тяжеловато. Тяжеловато. Во-первых, и перебои большие, и скудно все. Я вот один момент, он мне остался в жизни, я смотрю, наш один уже в возрасте человек, кашу наварили нам. Он ест, а пшено из Латвии, он откуда, значит, дали в то время. Значит, ест и ест. Я ему говорю, Шиванов, что ты делаешь? У тебя беда будет, ты комбат. Неужели ты думаешь, я все ем? Не я ем. Осознание того, что завтра уже каши не будет. Но несмотря на все трудности и лишения, Красная Армия продвигалась дальше на Запад, освобождая оккупированные фашистами родные земли. После Харькова Иван Степанович участвовал в форсировании нескольких рек Днепра, Днестра, Южного Буга, Ингульца. А за участие в тех событиях был награжден медалью за отвагу. Но сказать, что очень тяжело мы тогда пробивались, нет. Потому что немцы оттянули достаточно своих сил в нашу бывшую Молдавию. Вот на том огромнейшем платформе. А там тоже река, там железная дорога. И вот все наши усилия были туда. Весной 1944 года батарея под командованием старшего лейтенанта Ивана Макеева наступала к румынским границам. Ночной марш, неожиданный взрыв и снова госпиталь. Произошло очень, как говорят, обидно. Бой прошел, и я ничего, нормально. А потом вышли и сказали, метров на 400 можно отойти, потому что обстрел немцы не прекратили. Долго ведь, и долго ведь на границе, куда наши. И туда не дошли. Я сразу раз, что такое, значит, ну не упал. С чем-то обошел сразу руку. А ребята говорят, комбат, а руки-то нет. Ну и сразу развернули меня к Днестру уже пошли. Одни по Днестру, чтобы переехать. А там был на берегу другом наш госпиталь. Ну пока туда дотащили, уж идти я не мог. Но все-таки ребята не бросили. Вот это в госпитале. Так и закончилась для Ивана Степановича Великая Отечественная война. В госпитале врачи решали, что делать с рукой, ампутировать по локоть или нет. В госпитале в то время оказались грузинские хирурги, которые привезли ветеранов Грузию. Впрочем, левую руку все-таки пришлось ампутировать. После четырех месяцев лечения в Кавказской республике 20-летний артиллерист Иван Макеев вернулся в Рязанскую область. В 1944 году возглавлял военный отдел райкома партии, где главной его задачей была помощь семьям фронтовиков. День Победы встретил в деревне Протасьев в угол Чучковского района, где тогда жила его семья. Ну а далее в конце 40-х годов стал первым секретарем комитета комсомола Сараевского района. В то время приходилось вести настоящую битву за урожай. Будучи уже третьим секретарем райкома партии в Шалухове, поручил поручение бюро заниматься хлебозаготовками. А тогда ведь хлеб-то его драли, адмирали. Это непростое дело. Из-за, значит, потери малюсенькие, не просто там кучка хлеба, а вот семена валяются, и органы судили. И я, занимаясь этим, выехал на дорогу. Это дорога между Чучковым и Дудкиным. Все эти сейчас, все они там живые. И спокойненько хожу, смотрю, где чего. Все мне надо, все-таки валяются зернышки. Подъезжает легковая машина. И кто же, вы думаете, подъехал? Первый секретарь обкома партии Валионов Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, извиняюсь. Ты чего здесь делаешь? Ну я ему, значит, вот так и так. Так, я разворачиваюсь к вам в Чучково. Не говоря ни слова, я, конечно, дрогнул. Что я мог натворить? Приехали, а он первому секретарю говорит, тебе не стыдно просить кадры? У тебя вот, ты много видел секретарей райкомов, которые ходили бы на трассе, где автомобили ходят, собирали бы уже зерно. Ну тот понял, говорит, я готов его отдать на выдвижение. И все и началось. И далее, уже в 50-х годах, Иван Степанович поочередно возглавлял Михайловский и Ряжский райком партии. Он неоднократно избирался членом обкома партии и членом его бюро, депутатом Рязанского областного совета депутатов трудящихся и членом исполнительного комитета. Иван Макеев на пенсии с 1986 года и практически сразу включился в общественную деятельность по организации местных советов ветеранов войны и труда. Занимается не только помощью фронтовикам, но и регулярно встречается с рязанской молодежью. Я всегда, когда разговариваю, говорю одно. Ребята, не бойтесь. Не бойтесь. Надо поставить перед собой задачу. Дрожи, не дрожи, но ты солдат. И все, что положено по норме поведения и отношения к этой должности, ты должен делать. Сейчас Иван Степанович Макеев занят подготовкой городской ветеранской организации к встрече 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Иван Степанович Макеев награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны Первой степени, Орденом Знак Почета, медалью Ордена за заслуги перед Отечеством Второй степени и многими медалями. Также Ивану Макееву присвоено звание почетного гражданина Рязани и Рязанской области.